не ньюсмейкеры составляют общество дело в том что когда я об этом говорил я имел ввиду читательские комментарии которые приходится там на форумах читать и они они о своем и не о вашем опыте вообще что вот эти журналюги продажные что даже не хочется это перечитать я сейчас говорил действительно вы правы к цеху и мне кажется что вот это как раз вот вы затронули тему там гонораров и финансов что вот это деньги как москвичей спорт его партнерный вопрос так нас испортили день информационные войны которые вели там свое время гусинский с березовским когда появились вот эти вот ну очень большие деньги по сравнению с тем чтобы что было раньше во первых процессе многие люди пошли не ради нескольких строчек в газете как его в песне а просто тупо зарабатывать и вот это не есть хорошо вы общались с березовским вот он в коммерсанте это был человеком телефону за все вы не присутствовали на том собрании когда он там в 99 году приобрел на украине в этот момент вы имеете ввиду собрание ну когда он прием и сам как новый собственник когда он приезжал и давал установки телемост был с ним из коммерсанта в этот момент он не присутствовал в жила он его не был редакции да я про я просто на это будет очень продолжительный но я кстати хочу сказать что вы правы конечно деньги история с деньгами есть не мы не про журнал деньги есть журналистики и она конечно портит эту профессию которая я считаю может быть очень чистой она может быть чистой и даже и и и по идее и должна быть чистой в этой ситуации главное не то что должна то что может ну я например мне вот легко говоришь и я никогда ни за что денег не брал помимо своей зарплаты агнораров и джинсу вы говорите да ну да принципе вот про это да и конечно когда кого-то из твоих коллег сажает лет на пять вот именно за попытку взять деньги за публикации или за то что заметка не будет опубликовано а тут мягко говоря не чем гордиться и понимаешь людей которые как вы говорите начинают презирать профессию но здравомыслящие и адекватные люди понимают тоже что в профессии очень многое очень много не то что там единицы людей которые не берут деньги у кого-то нет такой возможности не было такого собственно говоря искушения так так тоже случается например там вот я не хочу хвалить лишний раз газету коммерсант но я думаю что вы тоже согласитесь что ну про коммерсант известно что туда лучше с этим не заходить не знаю я помню дискуссию по сети между антоном носиком и демьяном кудрявцевым который был поправьте меня он был издательским директорами или он был генеральный директор генеральный директор из дома на предмет того что как коммерсант этим грешат было достаточно жесткая такая и горячая дискуссия не но это было во первых дискуссия и у демьяна значит были аргументы а у демьяна всегда аргументы на которые очень трудно вообще говоря ответить что-нибудь я не знаю что его друг на самом деле друг близкий антон носик вообще отвечал на это не знаю что не было вообще за дискуссия прецеденты случаются людей увольняют у нас нас было два или три таких прецедента но в коммерсанте эта история как-то очень не популярна она не комфортно для коммерсанта почему вот я говорю там есть менее что лучше даже не заходить с этим я же знаю я разговаривал тоже с людьми по ту сторону баррикад конечно даже если придешь попытаешься договориться с кем-то о чем-то так потом замучаешься ждать это не будет никогда опубликовано все сроки пройдут вам скажут что нет информационного повода а вот измучают вас тут пожалеешь о том что связался лучше я пойду куда например ну да да куда угодно мы знаем куда ходит ну вот это конечно плохая история для журналистик не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24